МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под надзором управления Роспотребнадзора в Чувашии находится более 1800 источников централизованного питьевого водоснабжения. Качество питьевой воды в районах и городах республики оставляет желать лучшего. В течение 2013 года из источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям исследовано более 800 пропады. Гигиеническим нормативам не соответствовало более 25% пропады. То есть каждая четвертая проба воды из источников по химическим показателям не соответствует. Этот показатель лучше, чем в 2012 году, однако еще хуже показатели по Российской Федерации. В рамках федеральной программы «Чистая вода» в 2014-2015 годах планируется реализовать проекты на сумму 2 миллиарда рублей. В первую очередь это завершение группового водовода Шумуршинского, Батревского и южной части Комсомольского районов, которые обеспечат питьевой водой более 65 тысяч жителей. В числе первоочередных задач также реконструкция объектов в селе Порецкое и городах Шумерли и Канаш. Глава республики потребовал от руководителей муниципалитетов конструктивного решения вопроса. Я акценты сделал на привлечении вне бюджетных источников. Уважаемые коллеги, друзья, рассчитывать на бюджет по этой программе это только можно одну треть. Ремонт дорог тоже требует вложения немалых средств. В 2014 году из муниципального бюджета выделено более 80 миллионов рублей на капитальный ремонт дорог столицы Чувашии, рассказал глава администрации Алексей Ладогов. Но этих средств недостаточно. Ямочный ремонт проезжей части в Чебоксарах ведется подрядными организациями Дорекс и Дорстрой. Используется холодный и литой асфальтобетон. На сегодня отремонтировано 1800 квадратных метров аварийных участков. Ямочный ремонт планируется завершить до 10 апреля. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Ровно 132 года назад, в 1882 году, немецкий микробиолог Роберт Кох открыл возбудитель туберкулеза. Ежегодно эта болезнь вносит жизни более полутора миллиона человек. Каждый год, 24 марта, по инициативе Всемирной организации здравоохранения, в мире отмечают День борьбы с туберкулезом. Подробнее об этой болезни и о том, почему даже при современном уровне медицины ее не удается победить, пойдет речь в программе «По существу». Она выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. Ну а сегодня на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством Республики речь шла о других заболеваниях, которыми жители Чувашии болели в прошлом году. К примеру, в период этой программы прошлого года свое здоровье проверили около 230 тысяч человек. Выявилось свыше 10 тысяч заболеваний и порядка 5 тысяч подозрений на них. В этом году особое внимание обратят на заболевания, которые сложно определить на первичном осмотре. В основном это онкологические заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного и пищеварительного тракта. Поэтому диагностику проведут в тех учреждениях, где есть оборудование соответствующего класса. Также на совещании подвели итоги зимнего чемпионата и первенства России по спортивной ходьбе, на котором хорошие результаты показали и чувашские спортсмены. Всего завоевано 10 медалей, разных достойных. И самое отрадное то, что у нас 7 представителей Чувашской республики попали в объединенную сборную команду Российской Федерации для участия на Кубке мира, который будет проходить в городе Тайканг, Китайской республике, 3-4 мая. Наряду с вопросами здорового образа жизни, охрана здоровья обсудили и вопрос сохранения популяции животных. По результатам зимнего учета, который в этом году провели с использованием спутников и навигаторов, кабанов, кунис, бобров и тетеревов стало больше, а вот численность белок, косульку, робаток и рябчиков, наоборот, пошла вниз. Ценности для браконьеров из-за своей малочисленности эти животные не представляют, поэтому снижение их количества специалисты связывают с погодно-климатическими условиями. Как себя чувствует население Чувашия? Почему в поликлиниках сохраняются очереди и что мешает людям следить за своим здоровьем? Министр здравоохранения Алла Самойлова рассказала и журналистам. Итоги работы отрасли за прошлый год подвели на пресс-конференции. Говоря о здоровье нации, в первую очередь вспоминают два показателя – рождаемость и смертность. Первый иллюстрирует скорее социальное самочувствие общества. Чем лучше жизнь, тем больше детей. Второй как раз свидетельствует о состоянии физического здоровья. И если смертность от внешних причин травм несчастных случаев у нас остается высокой, то на другие причины медики уже научились влиять. Детская смертность в республике практически самая низкая по России. А все потому, уверена Алла Самойлова, что в свое время пошли по пути централизации службы родовспоможения. Республика у нас компактная и в сложных случаях гораздо проще и надежнее привезти роженицу в перинатальный центр, нежели оснащать все районные больницы высокотехнологичным оборудованием, с которым еще надо научиться работать. Такая же централизация коснулась и сердечно-сосудистой службы, после чего смертность от инфарктов и инсультов стала сокращаться. В прошлом году это было особенно заметно. Централизована служба, централизована в основных межрайонных центрах и в городе в основных крупных больницах, многопрофильных больницах. В результате концентрируется дорогостоящее оборудование, концентрируются кадры, которые могут работать качественно на этом оборудовании и концентрируются технологии, которые дают такой прорывной шаг в улучшении оказания качества медицинской помощи. Вот чего не будет, так это сокращение расходов на отрасль здравоохранения. 11 миллиардов 954 миллиона рублей. То есть мы видим, что рост идет практически миллиард 300 миллионов рублей. То есть это значительный рост, мы считаем. Но понятно, что и растет норматив программы госгарантии, то есть подушевой норматив, то есть это те деньги, которые выделяются на каждого жителя республики. То есть если прошлый год это был норматив 9032 рубля, то в этом году этот норматив уже 10 294 рубля. То есть рост опять-таки на 1200 рублей. Алла Самойлова заверила, все программы в текущем году будут сохранены, включая повышение зарплат медперсоналу еще на 10%. Елена Гальпельна, Александр Петров, Республика. Это явление называют третьей бедой России. Речь о коррупции. Как обстоят дела в Чуваше и какими методами с ней собираются бороться в ближайшем будущем? Об этом сегодня шла речь на заседании Координационного совета по противодействию коррупции. Тема коррупции актуальна и, наверное, еще долго будет актуальна. На это есть свои исторические причины в нашем обществе. С таких слов начал глава республики заседание совета. Действительно, первые упоминания о коррупции на Руси относят еще к 14 веку. Сейчас век 21. С этим пагубным явлением в России, в частности в Чувашии, борются. И, судя по цифрам, вполне удачно. Согласно исследованию, проведенному в прошлом году фондом «Общественное мнение», в Чувашии вошла тройка российских регионов с самым низким уровнем бытовой коррупции. Это хороший и серьезный показатель, потому что именно с бытовой коррупцией в первую очередь приходится сталкиваться нашим гражданам. В борьбе с коррупцией главное исключить соблазн, считают специалисты. При таком раскладе снизить до минимума контакт граждан с чиновниками то, что доктор прописал. Иными словами, будущее за электронными услугами. Но когда не получается предупреждать, приходится лечить. К уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений привлечены начальник управления ФМС России по Чувашской республике, начальник и заместитель ОВД по Баттерскому району. Примером успешного межвежедомственного взаимодействия является возбужденное уголовное дело в отношении главы Мариинско-Пасадского района Маисеева по факту получения взятки размера 4 миллионов рублей. В общем, в списке выявленных преступлений коррупционной направленности, а таковых за прошлый год набралось 559, 41 совершили должностные лица, которые занимали высокие посты. Но больше всего подвержены коррупции оказались сферы здравоохранения, социальных услуг и образования. На совещании отметили особое внимание следует уделять антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, которые регламентируют расходование бюджетных средств, распоряжение государственной и муниципальной собственностью, и земельных правоотношений. Ну а участвовать в этом процессе должны не только правоохранительные органы, но и независимые эксперты и представители общественности. Ольга Бырочкина, Игорь Поручиков, Андрей Спиридонов, Республика. Песни России вернулись в Чувашию. Фестиваль с таким названием сегодня стартовал в Республике. Участники культурного марафона уже выступили в Новочебоксарске. Концерты пройдут еще в трех районах. Проектом руководит народная артистка России Надежда Бабкина. Ее встречали накануне на границе с Республикой Мариел. На посту ГИБДД такое увидишь не каждый день. В честь визита известной певицы здесь устроили настоящий концерт. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Вот так, весело и задорно, с хлебом и с улью, с национальными песнями и танцами. На границе двух регионов встречают народную артистку России Надежду Бабкину. В Чувашию она приезжает не в первый раз и вновь с масштабным проектом. Вместе с ней в Республике высадится целый десант народных ансамблей из Москвы, Владимира, Краснодара и Владикавказа. И голоса сольются воедино на фестивале «Песни Россия». Зрители на концертах услышат песни, которые по праву называют культурным достоянием страны. По городам и весям они гастролируют на четырех автобусах. Более 120 артистов уже давно снискали популярность в своих регионах. Теперь им рукоплещет вся страна. В Чувашию они приехали из Кировской области. Фестиваль «Песни России» Чувашия принимает во второй раз. Семь лет назад концерты проходили с аншлагом, и именно поэтому артисты приехали сюда вновь. Надежда Бабкина создавала этот проект ради того, чтобы сохранить и донести до молодежи истинные традиции народной музыки. На таких песнях необходимо воспитывать подрастающее поколение, утверждают артисты. Надо обращать внимание на национальные традиции и корни любого народа, живущего в Российской Федерации. То есть нашу искать национальную идею, которая находится в нас, в самих, в каждом человеке, понимаете? Что искать, когда мы с ней живем всю жизнь? Надо только об этом заявлять. В творческом багаже каждого коллектива более 100 песен. Но на фестивале они исполняют только лучшие номера. Ради того, чтобы устроить уникальное шоу, артисты возят с собой целую фуру современной аппаратуры, декорациями и костюмами. На концертах за два с половиной часа им удается показать зрителям культурное богатство своей малой родины. Песни России будут звучать всю неделю. Концерты народные коллективы дадут в Новочебоксарске, Канаше, Козловке и Селеаликова. Андрей Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Завершится фестиваль грандиозным галоконцертом. Он состоится уже в пятницу. На этой неделе участники культурного марафона планируют провести мастер-классы для руководителей местных коллективов самодеятельности. Ближайшими планами Надежда Бабкина сегодня поделилась с главой республики. Несмотря на долгий переезд из Кировской области, она успела прогуляться по городу. Говорит, что столица республики за последние годы изменилась. Вообще Надежда Бабкина не скупилась на комплименты в адрес чувашской земли. Народная артистка призналась, что семь лет назад здесь удалось провести по-настоящему яркий фестиваль. Такого не было ни в одном регионе. Именно тогда она успела познакомиться с местными народными ансамблями. Известная артистка высоко оценила их профессионализм. Глава республики отметил, что духовные связи многонационального народа необходимо укреплять. Это удается сделать благодаря подобным фестивалям. Мы тоже в республике очень много делаем для того, чтобы наши ценности – это и язык, и культура, и письменность, и уклад многонационального чувашского народа, чтобы сохранить. И то, что Надежда Георгиевна свою идею уже на выходе выдала как продукт, для того, чтобы вот этот дух, он у нас на столетие, на тысячелетие, на века сохранялся. Из каждой поездки народная артистка привозит домой национальные сувениры. Говорит, что в ближайшее время планирует открыть собственную выставку. Коллекция Надежды Бабкиной пополнится еще одним экспонатом. Михаил Игнатьев вручил певице Чувашский оберег. Сказать наркотикам да или нет? Стоит или не стоит употреблять алкоголь? Ответы на эти вопросы ученики шестой школы Чебоксар теперь знают точно. Наглядные примеры, как парни и девушки становились наркоманами, а молодые семьи разваливались из-за пьянства, оказались более чем убедительными. Объяснение старшеклассникам на пальцах, что хорошо и что плохо, началось с рассказа о том, какое наказание предусмотрено за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Законодательство, кстати, постоянно меняется. По этим статьям уже предусмотрено и пожизненное заключение. Подкрепила теорию видео реальных участников взлета и падения. Учитывая тот момент, что на данный момент по городу Чебоксар идет снижение подростковой преступности, и я думаю, что эффект от этих мероприятий вполне благоприятен в нашем коллективе и обществе. Кроме этого, проводятся у нас спортивные мероприятия. На протяжении месяца сотрудники госнаркоконтроля будут встречаться с молодежью, не уставая повторять «наркотики – зло». Студенты третьего курса Чебоксарского училища культуры тоже готовы внести свой вклад в профилактику вредных привычек. Они подготовили театрализованное представление, где наглядно продемонстрировали влияние алкоголя на жизнь человека. Как я поняла, наркотики – это очень сильная зависимость, это очень сильный вред. И лучше не пробовать, не начинать, чтобы потом не затянуло еще больше. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Профессионально-образовательные учреждения и работодатели – тандем неразделимый. Теперь еще и скрепленный официальным союзом. Республиканское министерство образования и торгово-промышленная палата подписали соглашение о взаимодействии. Ориентация на технические специальности. В Республике ощущается нехватка именно таких кадров. В рамках соглашения будут создаваться ресурсные центры на базе учебных заведений. Некоторые местные предприятия уже позаботились об этом и успешно готовят кадры. Например, на базе электромеханического колледжа и строительного техникума. Кроме этого появится центр сертификации профессиональных квалификаций. Его задача – повышение качества образования, обучение экспертов из числа высококвалифицированных рабочих и специалистов. Выдаваемый им сертификат не должен дублировать диплом, подчеркнули на подписании соглашения. Он свидетельствует о специальных практических знаниях, умениях и науках. «Социальное партнерство работодателей, образование и власти – это треугольник, все стороны которого неразрывно связаны между собой», – сказал Игорь Кустарин. К процессу создания подобного центра мы шли уже 12 лет, подчеркнул он. Работодателям предложили рассмотреть и стимулирование сертифицированных специалистов. Это дело развивает. Когда мы начинаем сертифицировать квалификации, что мы говорим? Мы определяем уровень, о чем мы говорили, какой же должен быть уровень этих специалистов. Это очень важно. Второй момент. Вы упомянули, я был очень признателен, и мы, наверное, все поддерживаем бизнес и учебные заведения. Нам надо посмотреть государственно-общественную экспертизу, аккредитацию образовательных программ. Очень важно, мы все разные, и важно, кто как готовит. Это не значит, что надо кого-то сразу закрыть. Просто надо говорить, что если ты хочешь готовить этих специалистов, и хорошо готовить, у тебя должны быть выполнены следующие требования. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин